В этом году в конкурсе принимали участие почти 100 мастеров из России, Узбекистана, Казахстана и Северной Кореи. Они представили на суд жюри более 250 работ, выполненных в разных техниках. Возрастных ограничений не было самому молодому участнику 6 лет, а самому опытному 73 года. Работы мастеров оценивал экспертный совет и, как призналась заместитель председателя городского собрания Сочи Ольга Лиот, которая также была в составе жюри, прийти к единому решению не могли долго. Мы боролись друг с другом, члены экспертного совета. Мы не могли определиться, кто же лучший, настолько высокий уровень. Первое, что выхватил взгляд на столе, на котором были разложены игрушки, это была игрушка-карусель краснодарской мастерицы. Победителей было много в разных номинациях. Одной из них стала сочинская художница Людмила Емельянова. Она впервые принимала участие в конкурсе. На работу ее вдохновил символ будущего года – металлическая крыса. На суд жюри художница представила мышку-модницу. Сделана юбочка у нее из цветков лотоса. Летом, осенью мы собирали цветки лотоса. И пришла идея сделать такую вот мышку. Лотос – цветок долговечный, а вообще так хрупкий. Но я специально обрабатываю его, чтобы он был более прочный. Добавлю, что работы всех участников украсили главную елку в зимнем театре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова